Он такой был, отчаянный, цыганистый, чубастый Если какую женщину или девку полюбит, так уж за ней после по всей улице ни один парень Даже на цыпочках пройтись не засмелится И выпить он тоже был по всей улице первый парень Драка, если какая затеется, он тут как тут Пел хорошо, на гитаре умел играть Бывало, как ударит по струнам, голову на плечика склонит Да как затянет, сказал кочегар кочегару Вы не поверите, не только женщины, управдом и тот плакал А на войне он еще лютие стал Когда на побывку из Гатчины приезжал, матери своей так прямо и заявил Я, говорит, мамаша, теперь еще ни огня, ни пламя, ни самой смерти не боюсь А из немцев, говорит, я, между прочим, даю вам честное слово, рубленный шиницель по-венски сделаю Два дня пьяный ходил По летуру с товарищем пили, потом уехал Он в госпитале на той неделе помер от истечения крови Мать его там при нем была Когда помер, она его за чуб взяла, поцеловала, заплакала Голову ему на грудь уронила и говорит Ах ты, говорит, хулиган ты мой милый А на другой день в газетах писали Его к ордену приставили 1941 ноябрь Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе Да как же вы, умирая такой лютой смертью, все еще думаете оборонять город? Откуда это? Из Тараса Бульбы А как это по-ленинградски? И как по-сегодняшнему звучит? 1941 декабрь Про Севастополь времен первой обороны писали и говорили Что это трое в трое Во сколько же раз трое наш город Ленинград 1941 декабрь Нет, не будем кокетничать И не уподобимся Александру Македонскому Который, если верить Плутарху Велел раскидывать всюду, где проходило его войско Специально сделаны огромных размеров предметы Оружие, стремена, узды и так далее Дабы потомки воображали воинов его великанами Если останутся у нас потомки А я надеюсь, что они все-таки будут И будут счастливее нас Пусть знают они, что были среди нас и малодушные И трусливые, и холодные сердцем Что вражеские бомбы и снаряды действовали нам на нервы Что цветов не было А в цветочных магазинах продавали семена редиски и луковицы гиацинтов Которые употреблялись в пище Что жили среди нас мелкотравчатые шиберы И замаскированные спекулянты Скупавшие золото и фарфор, хлебные карточки, медицинский спирт Дуранду и морскую капусту Что за большие, астрономически большие деньги Из-под полы можно было купить все, что угодно Вплоть до коровьего масла и краковской колбасы Что, тем не менее, нам постоянно хотелось есть И что мы говорили об этом больше, чем полагается героям Что не все умиравшие от голода умирали безропотно Что женщины наши плакали и плакали много и долго Пока не высохли их глаза Что городские рынки кишели безнадзорными детьми и карманными ворами Что за кусок хлеба люди выменивали там самое ценное, что у них было Коробок спичек или обручальное кольцо А рядом девица-ремесленница покупала за те же сто граммов пайкового хлеба Шелковые эстонские чулки или оляповатый коврик с толстопузами и большеглазыми купидонами В пионерских галстуках Что лошади продолжали есть овес, пока их самих не съели И что объяснение нашей стойкости и нашего упорства заключается лишь в том Что в большинстве своем мы были русские люди Которые очень любили свой город и свою советскую страну 1941 декабрь Зашел я в церковь, бывший военный собор гвардии Преображенского полка Мерцают свечи, холодно Перед иконой скорбящий молебен Высокий, широкоплечий диакон, чем-то напоминавший мне лесковского ахиллу Хриплым, простуженным басом читает записки о здравии Воина Иоанна Воина Василия Воина Серафима Воина Петра Воина Александра И вдруг споткнулся Воина Веры Гляжу искоса на его изнуренное, посиневшее от холода лицо По впалым, осунувшимся щекам его, текут слезы У выхода спрашиваю какую-то старушку Чего это он плачет? Что он добрый такой? А у него милый человек Сын на Карельском фронте Воин Кистентин Пулеметчик 1941 декабрь Разговор на улице Женщина другой О муже, который на фронте Он меня в каждом письме спрашивает Что нового в городе? А что я ему напишу? Что у нас дома шатаются и падают А ты ему вот как напиши Мол, дома шатаются А сами-то мы еще стоим и выстоим 1941 декабрь Недавно я читал в воспоминаниях В воспоминаниях генерала Брусилова О том, как за несколько месяцев До Первой мировой войны На каком-то немецком курорте Он и жена его Были свидетелями дикой, шовинистической И русофобской мистерии Разыгранной курортными властями Отчасти, по-видимому, с развлекательной А отчасти с воспитательной целью На центральной площади этого Бадена С немецкой тщательностью и дотошностью Был выстроен в миниатюре Московский Кремль Со всеми его зданиями, башнями и куполами Вечером в назначенный час На площади собралась публика И под звуки духовой музыки Кремль был взорван Фанерное здание и фольговые купола Церквей трещали, объятые пламенем А на площади бесновалась толпа Гремела тупорылая готская Хох! В воздух летели тросточки и котелки А в пламя игрушечного пожара Камни, плевки, бутылки и прочее Что могло погодиться для этого выражения Немецкого обывательского патриотизма Это было в 14-м году В идиллические кайзеровские времена 1942-й январь Это отрывки из книги «В осажденном городе» Из записных книжек 1941-1944 годов Автор Алексей Иванович Пантелеев Пантелеев – литературный псевдоним Будучи в детском доме Алексей отличался таким крутым нравом Что получил прозвище Ленька Пантелеев По имени известного петроградского налетчика тех лет Имя при рождении – Алексей Иванович Еремеев Он умер в 1987-м году Советский писатель Получивший известность благодаря автобиографической идеологии Республика Шкит – 1927 год И Ленька Пантелеев – 1939-й А также рассказом и сказком для детей Вы его видите на фотографии Фотографический портрет этот из журнала «Детская литература» Номер 2 – 1936 год И ссылка на источник На этом все Всего хорошего Читайте книги С ними интереснее жить Юрий Шатохин Канал «Веб-рассказ» Новосибирск И плейлист «Все рассказы» 1100 рассказов Озвучены мной на сегодняшний день В этом плейлисте Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео И в комментариях До свидания Субтитры создавал DimaTorzok